масло просто произвольно нарезаю кубиками и постепенно подсыпаю еще муку просто ножом вот так в произвольном порядке буду их измельчать и продолжаю опять раскатывать друзья посмотрите вот такие красавчики у меня получились всем огромный привет мои дорогие любимые самые лучшие подписчики и гости канала добро пожаловать на мой кулинарный канал сегодня мы с вами приготовим давно забытый рецепт из ссср вкус знакомый каждому с детства очень рассыпчатое песочное тесто хрустящие орехи это очень вкусно оставайтесь со мной сейчас подробно расскажу как приготовить песочные колечки с орехами мы начинаем для приготовления песочных колечков с орехами по давно забытому рецепту из ссср нам потребуется 400 грамм здесь у меня уже просеянной муки 150 грамм сахара 250 грамм сливочного масла сливочное масло должно быть охлажденное 2 яйца 5 грамм разрыхлителя либо 1 чайная ложка с горкой и 1 пачка ванилина здесь у меня полтора грамма а также 200 грамм орехов для начала нам необходимо нарезать сливочное масло масло просто произвольно нарезаю кубиками сначала на пластинке примерно по одному сантиметру затем пластинки нарезаю на полоски и полоски нарезаю на кубики вот так масло я нарезала убираю в миску в которой буду замешивать тесто далее к сливочному маслу отправляю 150 грамм сахара одно яйцо полтора грамма ванилина и 5 грамм разрыхлителя слегка все перемешиваю далее постепенно добавляю муку масло уже потихоньку начинаю вот так разрушать и постепенно подсыпаю еще муку когда уже масса стала более менее сухая можно убрать ложку и работать дальше руками разрушая вот так вот рукой масло вот так замешиваю тесто далее подсыпаю еще муку и продолжаю замешивать тесто разминая вот таким образом масло сливочное сейчас замешу полностью тесто и покажу что у меня получится все друзья тесто я вымесила посмотрите она получилась мягкая мягкая но при этом не прилипает ни к рукам не к чашке видите все формирую вот такой вот кола бочек естественно убираю в чашку накрываю крышкой и в холодильник на полчаса тем временем пока у меня охлаждается тесто я подготовлю орехи просто ножом вот так в произвольном порядке буду их измельчать но не сильно мелко так делаем аккуратные вот такие движения чтобы сильно по всей кухне у нас орехи не разлетались сейчас измельчу полностью орехи потом покажу до какого состояния я их измельчила вот друзья до такого состояния я измельчила орехи все орехи готовы ждем когда пройдет полчаса и охладиться тесто и так друзья прошло полчаса достаем тесто далее при пыляем стол мукой слегка совсем вымешиваю тесто так при пылим еще мукой и раскатываю теперь тесто толщиной примерно до одного сантиметра края у нас заламываются ничего страшного так стараемся чтобы тесто было одинаковой толщины со всех сторон разверну его сейчас накручиваю на скалку тесто слегка пытается прилипнуть к столу поэтому я его припыляю стол еще раз и и продолжаю раскатывать поправляю вот так края и продолжаю опять раскатывать вот так раскатала тесто не очень тоненько примерно до одного сантиметра толщиной далее друзья смотрите у меня есть вот такие формы разного диаметра кругляши я беру самую большую и вот так вот выдавливаю печенку посмотрите вот такая красота у меня получается сейчас я выдавлю все печенюшки затем покажу что делать дальше вот так видите а вот эти края я потом все соберу и еще раз раскатаю вот такие печеньки у нас красивые будут с вами так друзья мы вырезали все печеньки а вот эти остатки теста опять собираем и по аналогии все заново раскатаем вот такие пока у нас получились 8 заготовочек сейчас я вот это тесто опять раскатаю прорублю оставшиеся печеньки затем покажу что делать дальше друзья посмотрите вот такие заготовки у меня получились в количестве 13 штук у меня есть вот такое приспособление для выдавливания огрызка из яблока и теперь этим приспособлением вот так в центре я делаю дырочки формируя тем самым колечки как в советском союзе вот так стараюсь это делать ровно по центру это тесто тоже не выкидываю собираю и у меня здесь остался еще кусочек теста то есть все вот так соберу и у меня получится еще одна печенька вот так друзья прям стараюсь по центру это делать вот так друзья в общем у меня получилось 14 больших печенек и одна вот такая малышка что делаем дальше дальше берем тарелку и разбиваем в нее яйцо одно взбалтываем его при помощи вилки вот так дальше друзья делаю следующее яйцо я взболтала беру печеньку и окунаю одной стороной в яйцо затем поднимаю и в орехи вот так рукой придавливаю так то что и с дырочки у нас пусть попадает вот так сделаем еще вот так важнее на производстве мы же дома делаем правильно с дырочки все вот так уберем вот такая красота друзья отправляется у меня на противень застеленный пергаментом я застилаю силиконовым ковриком и отправляю вот такую красивенькую печенюшку на противень все сейчас таким способом формирую все печеньки уложу на противень и отправлю в духовку мало совсем прилипает видите рукой можно вот так помочь вот так чтобы было побольше орешков все вот такая очередная красотка отправляется на пергамент сейчас формирую все печеньки затем покажу что делать дальше все друзья посмотрите вот такие 12 красавчиков у меня получилось к сожалению не поместились все колечки буквально два с половиной колечка у меня осталось придется выпекать вторую партию но вот эти 12 колечек уже готовы отправляться в духовку и отправляем заранее разогретую до 180 градусов духовку минут на 25-30 время выпечки у каждого будет разное все зависит от вашей духовки должно сверху зарумяниться и печенье должны полностью высохнуть все отправляю в духовку затем покажу что у меня получится друзья посмотрите вот такие красавчики у меня получились печеньки выпекались у меня ровно 30 минут посмотрите снизу они тоже полностью пропеклись вот такие красавчики получаются и конечно же проверяла я их на готовность шпажкой потому что смотрите самое главное чтобы пропеклось полностью тесто все сейчас отправлю выпекаться вторую партию затем красиво уложу на тарелку и покажу вам еще раз посмотрите вот такая красота у меня получилось мне уже не терпится все это попробовать я всех приглашаю на моему банковский канал пробовать эту вкуснятину ссылка как всегда внизу в описании под этим видео ну а это видео если вам понравилось ставьте мне пожалуйста пальчики вверх подписывайтесь на канал пишите комментарии мне очень приятно с вами общаться это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов огромное всем спасибо за лайки за комментарии за пожелания а также всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся завтра